Дорогой Гуру Махараш, скажите, пожалуйста, вот первый вопрос, а можно ли достичь духовного совершенства, не прибегая к помощи духовных учителей, принадлежащих к цепи ученической преемственности? Какого-то прогресса, да, я думаю, можно развить какой-то духовный уровень, но на самом деле до конца дойти это будет невозможно. Сравнивается человек, который пытается достичь совершенства собственными силами, сравнивается с пловцом в океане. Тихий океан, где-то в середине океана плывет пловец. Он может быть очень опытным пловцом и даже мастером спорта, но он не сможет переплыть океан. А духовный учитель сравнивается с кораблем. На корабле это возможно пересечь. Есть другой пример. Если человек пытается взойти на высокую-высокую гору, в принципе, возможно это, да, какие-то движения, продвигаться возможно, но до конца дойти с таким грузом кармы не представляется возможным, слишком тяжкий груз. Это не представляется возможным. Огромный-огромный груз кармы. Поэтому духовный учитель, он облегчает этот груз кармы и берет часть кармы, сжигает ее. Тогда это становится возможным. Так же, как, например, еще другой пример. Например, врач, врач, который, хирург высокого класса, он знает всю эту науку, знает, как делать операции. Но когда у него случается, например, сердечный приступ у самого, сам себе операцию он сделать не сможет. Нужен другой врач, обязательно. Вот такие примеры даются, чтобы человек мог понять, что это дело нешуточное, да, достичь совершенства в одной жизни, скажем, собственными усилиями не представляется возможным. Мы не можем пересечь космос собственными усилиями. Мы не сможем избавиться от привязанности собственными усилиями, если мы не разовьем более сильную привязанность духовную. И вот мы должны получить это от духовного учителя, эту привязанность, поскольку он имеет эту духовную привязанность к Кришне, к Богу, полную, абсолютную, да, он полностью преданный должен быть. То есть от него вот мы получаем такую возможность развить привязанность, которая превосходит все материальные привязанности и интересы. Тогда это становится возможным. Без гуру может быть какой-то прогресс, наверное, может быть, я думаю. Люди могут читать книги, практиковать какие-то части йоги. Какой-то прогресс может быть, но не основательный прогресс. Таков ответ. Ну, как бы в продолжении этого вопроса можно же запутаться, да, в различных направлениях, знаниях, то есть без духовного учителя. Потому что много направлений, много всяких учителей сейчас тоже, у которых нет ученической преемственности, но они себя как бы называют гуру. То есть здесь тоже можно сильно запутаться, мне кажется, да? Неточное выражение можно запутаться. Уже запутались? Уже все запутаны? Иначе бы таких вопросов не задавали. Например, если те доктора обещают мне вылечить, и никто не может вылечить, конечно, я запутаюсь. Но это не означает, что нет настоящего доктора. Дается пример зубной врач, который вам по ошибке сломал здоровый зуб, допустим. Ну вот оказался такой вот мошенник, да, неквалифицированный. И вы теперь говорите, я запутался, и отныне больше никогда не пойду к зубному врачу. Никогда в жизни. Но если у вас заболит зуб, все равно вы будете искать зубного врача. Нужно все равно найти настоящего зубного врача. Поэтому обмануты сейчас все. Поймите, не то, что можно запутаться, уже запутанные. Мы уже не знаем, да, признаки истинного духовного учителя. Если бы мы знали такие признаки, мы бы не запутывались, нас бы никто не обманул. Но мы уже не знаем, мы уже потеряли это знание, эту культуру. Поэтому нужно выяснить, какие уже признаки духовного учителя, кто он такой, каково его качество, о чем он говорит, откуда он берет эти знания. Нужно все это прояснить. Тогда вы не запутаетесь. Спасибо вам большое. Есть такой вопрос. Как понять, что данная личность именно твой гуру? Как не ошибиться в таком важном выборе? Ну, в принципе, вы ответили, да, то, что нужно проверять, смотреть, откуда источник. Вы идете в супермаркет. Как вы поймете, что это ваша вещь или не ваша вещь? Это ваш размер должен быть. Это соответствует вашим вкусам, качеству, вашим требованиям. И также еще одному моменту. Ваши способности платить. Если качество подходит, но размер не подходит, вы не берете. Размер подходит, качество не подходит. Тоже не берете. Размер и качество подходит. Цвет не подходит. Тоже сомневаетесь. Подходит и цвет, и размер и качество. Заплатить не можете. Тоже не получится ничего. Также вы должны выбирать духовную щитку. Он должен соответствовать вашим духовным желаниям, к чему вы стремитесь. Должен соответствовать. И вы должны внести плату, серьезную плату. Вы должны будете соблюдать, следовать его наставлениям. Вы придется отказаться от дурных наклонностей. Придется заплатить эту цену. Иначе вы не приобретете духовного учителя. Это не дешевка, это не шутка. Выбор духовного учителя в каком-то смысле процесс необратимый. Только в одну сторону, а в обратной дороге не будет. Поймите, хорошо. Это очень ответственный шаг. Спасибо вам большое. Следующий вопрос. Как ученик может удовлетворить своего духовного учителя? Если он следует наставлениям, это же не сложно. Духовный учитель будет доволен, ученик старается. Один ученик сказал, что он пропадет. Что он пропадет? Я стараюсь следовать вашему наставлению, но у меня это не очень получается. Я срываюсь иногда, делаю ошибки. Пропад его спросил. То есть ты стараешься, и у тебя не получается. Он говорит, да. Это не грех. Продолжай стараться. То есть учись. Вот мы должны, искренние попытки, мы должны предпринимать всегда наши усилия следовать духовным наставлениям в своей жизни, сделать смыслом нашей жизни духовные цели. И духовный учитель будет доволен этим. Таким учеником. Спасибо большое. Вопрос такой. Как ученик может углубить свою связь с духовным учителем, если не видит гуру годами? Гуру есть внешнее проявление и внутреннее. Внутри эта связь всегда будет. То же самое спрашиваю Шива Пропады. Как получать наставление, если вас рядом нет, если я в книгах не всегда могу найти ответ, а ситуация требует какого-то решения, что делать? Пропады. Если ты искренне воспеваешь святые имена, если ты хорикришна мау, то искренне повторяешь внимательно, ответ придет изнутри. Гуру находится также внутри. Как привязаться к духовному учителю? И продолжение этого вопроса. Как привязаться и сильно не обожествлять гуру? Какой вопрос? Сильно обожествлять это означает противопоставлять культ личности создавать вокруг него. Это материальное видение духовного учителя. Если мы говорим, что мой гуру лучший человек на свете, это нормально для ученика. Вот я так и думаю, что для меня мой духовный учитель лучше всех на свете. Я могу так открыто говорить и люди радуются, когда слышат это, что у меня есть такой духовный учитель. Очень радостно. Но если я при этом скажу, представьте, что мой гуру лучший на свете человек, не то, что другие, я свершу оскорбления. Вот это означает, что это культ личности. Когда противопоставляется. Один пророк с другим пророком противопоставляют, люди противопоставляют. И они потом враждуют. Религиозные войны называются. Но пророки никогда между собой не враждовали, не будут враждовать. Это люди создают культ личности. Пророки приходят не для того, чтобы враждовать другим пророкам, а для того, чтобы дать людям путь, дать наставление, которым они должны следовать. Поэтому человек, выбирая какую-то религию, должен следовать этой религии, а не враждовать другими религиями. Это и есть культ личности. Или чрезмерная привязанность, материальная привязанность к духовному учителю. А как же привязаться к духовному учителю? Через посредством Бога, через Бога связь с духовным учителем. Напрямую связь не бывает с Гуру. Через Бога. То есть Гуру он дает Бога вам. когда общается с учеником, ему дают Бога. А Бог, который дает ему Гуру, дает ему снова Гуру открывает. И так это продолжается, пока ученик не достигнет совершенства самостоятельности. Гуру не дает самого себя. Он просто посланник, он почтальон, он передает послание Бога, точь-в-точь должен повторить в том же настроении, в том же смысле, не скажи ничего, то, что Бог говорит человеку. И таким образом развивается привязанность, божественная привязанность. Благодарю вас. Вынужден ли духовный учитель страдать из-за последствий прошлых поступков учеников? Ну конечно, а как же без страданий? Должны быть какие-то страдания, так же как например вы рожаете детей, у вас дети есть семья, они же будут вам какие-то беспокойства приносить, обязательно будете за них переживать. Это называется бремя любви, это не те страдания, которые есть в материальном мире, это бремя любви называются. А если когда ученик видит, что другой ученик нарушает обеты данной гуру, нужно ли думать, что это его отношение с гуру, или надо как-то вмешаться, ну как бы что-то предпринять может быть? Надо побить этого ученика сильно очень. Надо помочь, надо помочь, если человек в чем-то ошибается, какую-то слабость проявляет, надо помочь ему, вдохновить его, надо поддержать его духовную жизнь. Еще вопросы у нас от подписчиков. Каким образом происходит связь гуру меня увидел один раз на инициации и все, а в дальнейшем не помнит меня ни внешне, ни по имени и вообще не знает обо мне? Надо что-то сделать такое, чтобы гуру узнал. Надо что-то сделать. Как сказала одна женщина, у которой много детей, она сказала своему мужу, я уже всех по именам не помню, путаюсь, забываю, А муж ей говорит, главное, чтобы они тебя помнили. так вани вани это наставление, общение с наставлениями. слушаем лекции и так мы общаемся с духовным учителем через слушание его наставлений. А есть ваапу, когда гуру физически присутствует. Из этих двух главное вани, наставление. Это вечная связь. Я тоже с духовным учителем встречаюсь редко, физически очень редко. В лучшем случае это было раз в году там или потом чаще было, а до этого даже много лет мы не виделись. Но я слушаю его наставления, я следую его наставлениям, у меня есть духовная практика, я слушаю свое сердце. А милостью гуру я духовно развиваюсь тоже. Спасибо большое. Если ученик пока не готов к личному общению с гуру, а только слушает его лекции и читает книги, то что он может сделать, чтобы приблизиться к учителю и стать готовым к инициации, к выполнению его личных наставлений. Это уже личные отношения, если уже ученик слушает лекции и следует. Это уже в сердце связь есть. Еще раз нужно повторить. Сейчас вы видите гуру, через эти вопросы я вижу, что вы видите гуру как отдельного человека, но тогда это не гуру. Это просто человек, который вам нравится и привлекает. Отсюда все эти вопросы. Как сделать так, чтобы гуру меня увидел, чтобы я был близко к гуру? Это видение гуру как обычного человека. Гуру не бывает без Бога. То есть трое участвуют в этом процессе. Духовный учитель, ученик и сверхдуша в сердце, связывающая их. независимо от расстояния и времени и пространства в этой жизни или следующей эта связь будет поддерживаться через сверхдушу. Если вы искренний ученик, вы никогда не потеряетесь. Давайте понять, о чем мы говорим. Это не школьный учитель, это не просто родитель, который должен уйти со сцены когда-то. Вы потеряете его. Вы никогда не потеряете, если получаете посвящение, вы никогда или когда-то еще эта связь всегда будет с вами. Это вечное отношение. Гуру это не тело, которое вы видите. Мне кажется, похожий вопрос, можно ли что-то делать для гуру, будучи незнакомым с ним лично? Если да, то какое это может быть служение? Миссия нужно увидеть, в чем заключается миссия духовных учителей помогать этой миссии. Это замечательно. Спасибо. Как происходит встреча гуру и ученика из жизни в жизнь? Ведь в предыдущем воплощении гуру может родиться в другом воплощении, не быть учителем, например. У него адрес остается. Так что адрес остается электронный, он находит его все равно. Я не думаю, что я могу сейчас вам все объяснить, какие возможности у духовного учителя и у сверхдуши. В этой жизни вы уже спрашиваете духовному учителю, что это означает? Что вы прошлой жизни уже развивали эти отношения? Вы просто продолжаете это делать сейчас. Так, ваш интерес, видите, не иссяк, он в этой жизни тоже есть. Вы переродились, интерес у вас сохранился, видите? Он не умер с тем телом. Мы с собой перенесли следующую жизнь, поэтому конечно вы найдете духовного учителя. И он вас тоже найдет. Благодарю вас. Еще один вопрос. Если ты еще не понял, кто твой духовный учитель, но во сне видишь Махараджи, что могут значить эти сны? Это означает, что вы приближаетесь к цели. Если вам снятся святые люди, это хороший признак. благоприятный признак для вашей жизни. Махараджи, если ученик не задает вопросы, то он деградирует. А если, например, когда мы слышим философию, ведическую философию, и принимаем это как бы верим, сразу верим, и вопросы не возникают, вот как здесь, то есть ты деградируешь или ты вопрос означает, что есть потребность духовного знания ученика. В этом имеется ввиду. И возможно ученик не может его сформулировать, но при этом он может внимательно слушать, означает, что он вопрошающий. Если внимательно слушает, духовный учитель знает, что он вопрошающий. Но если нет интереса, значит нет вопроса. Спасибо большое, очень такой важный вопрос для меня. Скажите, какие главные качества должен развить ученик, чтобы найти гуру? Важные качества. Перечисляются несколько качеств перед тем, как ученик обратится гуру Аманитвам Адамхитвам Ахимсак Шантир Аджавам То есть пять качеств предшествуют тому, что человек обратился к духовному учителю. Это смирение и скромность первые качества. Отказ от насилия. Например, я говорю о вегетарианстве. это отказ от насилия включается на вегетарианство. Мы отказываемся от пищи убойной от насильственной пищи. Как это делают веганы, допустим, даже молоко не пьют. Отказываются от этих форм. Это Ахимса называется. Терпение должно быть еще. И чистота. Склонность к чистоте. И тогда человек обращается к духовному учителю. Считается, что он готов. как узнать миссию духовного учителя? У всех не одна миссия распространить сознание Кришны? Да. Да. Миссия у нас миссия Пархупада одна на всех. Там много может разной быть деятельности, но суть ее в том, чтобы распространять Святое Имя по всему миру. Распространять Святое Имя в экстазе. Заметьте, в экстазе. Не просто листовки распрасывать, а от человека к человеку из сердца в сердце передавать в духовном экстазе. Вот эта квалификация. Спасибо большое. Я извиняюсь, у меня телефон вылетел со штатива. Вопрос такой, что нужно сделать, чтобы гуру тебя принял в свои ученики? Еще раз повторю. Про мхарат что нужно сделать, чтобы гуру тебя принял в свои ученики? Хорошо. Нас многие слушают сегодня? Много слушателей? Да. Сколько? Около ста человек? Сто человек. И присоединяются до сих пор? Ну вот для этих ста человек я скажу, что нужно сделать, чтобы гуру принял ученика. мы уже как бы ответили частично вопрос вот буквально сейчас, да, мы говорили о качествах. Для того, чтобы принять духовный учитель, нужны качества предварительные. Мы говорили, пять качеств перечисляются. И еще ограничения должны быть. Ограничения. Четыре ограничения и одно позитивное действие. Четыре запрета и одно наставление позитивное. То есть, что нельзя делать и что нужно делать. Когда ученик принимает эти два вида наставления духовного учителя, гуру может дать ему посвящение. Значит, первые четыре ограничения. Отказ от мяса, рыбы, яиц пожизненно. Отказ от интоксикации пожизненно. Отказ от азартных игр и черного бизнеса. И отказ от незаконного секса. Секс вне браки, в браке только для зачатия детей. Вот такой принцип и строгий. И при этом одно наставление, что нужно делать, всего одно, повторять 16 кругов начетках, освященных Харикришна Маха Мантру. Это то, что делает духовный учитель. Он также соблюдает эти четыре ограничения и воспевает на своих четках, полученных от его духовного учителя освященным. 16 кругов на 108 бусинках это 16 кругов. Один круг 108 раз, 16 кругов таких, ежедневно. Вот при таких обетах, обещаниях гуру может дать посвящение ученику. Спасибо. Харикришна, мои поклоны, духовный экстаз приходит во время проповеди? Во время воспевания также, во время проповеди, во время киртана, во время джапы, во время чтения книг, обсуждения бхагаваддиты. Это все экстатическая духовная деятельность. Духовная практика это экстатическая практика. Если вы соблюдаете четыре ограничения и внимательно повторяете 16 кругов, вы будете в экстазе. Постоянно в каком-то состоянии транса находиться. Это и есть связь с духовным учителем. Спасибо. Здесь девушка спрашивает, как стать вашей ученицей. Более года слушаю ваши лекции в самое сердце глубоко. Ну вот, Сандита, ты дашь ей какие-то рекомендации, советы, поможешь человеку. Хорошо, Гурмухарадж. Гурмухарадж, пока вопросов нету, закончились. Что-то так быстро но я хочу от себя сказать, что с появлением духовного учителя моя жизнь кардинально поменялась и я сейчас понимаю, что я даже не представляю, как это жить без духовного учителя. это это просто существование. Так как я жила раньше, серая жизнь, просто существование с появлением духовного учителя, конечно, поменялось многое. восприятие восприятие жизни, понимание, смысл, то есть появился смысл жить. И я вам очень благодарна за это, что вы появились в моей жизни, что Бог меня направил как-то к вам. когда человек пропад приехал в западный мир, чтобы выполнить наставление своего духовного учителя, проповедовать в западном мире, он поехал в Америку на грузовом судне через весь Атлантический океан в свои 70 лет. При этом без денег, без поддержки, поэтому он даже не мог там встретиться с высокопоставленными людьми, как духовный учитель, представляющий древнюю юридическую культуру, знания, будучи уже в статусе отречения, мудрости. В западном мире люди не понимали его статуса. Для западного человека он просто был нищий индус, и все, никто. И вот он приехал в такую страну, которая не ценит эту культуру, забыл ее, не знает, и там он никто, без денег в кармане, без протеже, так сказать, и судьба его свила, в Нижнем Нью-Йорке, представьте, этот Нижний Нью-Йорк, который даже полиция избегала, где были поселения на колонии хиппи. Это наркомания, это свободная любовь, это сумасшедшие передозировки ЛСД, это каждое утро какие-то трупы там от передозировок или каких-то других эксцессов. Вот такой был район сумасшедший. Ангелы Ада, Дети Святов, это колонии хиппи там жили. Да, эти колонии хиппи, они практиковали ЛСД, это была их духовная практика в то время. Вот, они еще, может быть, не понимали, какие будут последствия, это уже позже, позже, и в скором времени обнаружится, да, что люди становятся наркоманами, что они разрушают свои жизни, но в то время они руководствовались Тимоти Лири, который создал это синтетическое ЛСД и написал руководство дозировок всевозможных, как вот психоделический опыт, и человек может получить психоделический опыт, духовный опыт, как он называл, через прием ЛСД. То есть там была целая система, как пользоваться ЛСД, это же в киосках можно было купить ЛСД, и руководство к ним. Вот такая была ситуация в те годы. Позже это превратилось в трагедию, много жизней унесла эта наркомания, но в те годы пропад оказался в гуще тех событий. И несколько человек, которые стали помогать ему из хиппи, они сняли магазинчик бесценные дары для того, чтобы пропад мог там проводить свои лекции и тиртаны для людей. Рассказывайте ему о Бхагавадгите, о Харе Кришне Махамантре. Пропады пел киртан в экстазе. Это стало привлекать этих наркоманов хиппи, экстаз. Они философию не могли понять, потому что принимали наркотики, но экстаз чувствовали. Они приходили после ночных каких-то там своих опытов, ранним утром, в 4-5 утра они приходили в магазинчик, и Пропада проводил утренний киртан. И они приглашали своих друзей, говорят, это полный улет, ЛСД, а потом киртан со свами, это полный улет, это то, что надо. Вот так они стали привлекаться. Первые ученики стали так привлекаться, через вот этот экстаз. И плюс еще освященная пища, которую Пропада сам готовил, освящал ее и кормил этих молодых людей, которые с удовольствием ели эту необыкновенную пищу, они не видели таких вкусов, таких специй, такой кулинарии, новые совершенно. И Пропада их очаровал этими киртанами, общением, своей любовью, освященной пищей, Прасадом. И потом он сказал, вы знаете, что такое сознание Кришны? Он говорит, представьте вот эту всю комнату, где мы сидим, набитую ЛСД. Вот это есть сознание Кришны. И тогда эти наркоманы подумали, если это так, если он обещает, что это какое-то безграничное счастье, то мы бросим наркотики ради того, чтобы почувствовать что-то большее. Они стали бросать наркотики и присоединялись к движению. Вот так началось мировое движение. Вот таким путем. Такова история. Вот это значение гуру, видите? И когда его спросили там некоторые журналисты американские, вы же гуру, вы же мистик, владеете мистическими силами, вы можете показать какое-то чудо? Ну это же йога тоже, бхакти-йога, вы может быть чудо какое-то можете. Он говорит, да, я из хиппи сделал хэппи. Это английские слова, хэппи означает счастливый. для справки хэппи считались отбросами общества тогда в то время. Их ненавидели цивилизованные люди, не понимали откуда взялись такие свиньи, как они их называли, которые позорят нашу как бы страну. Хиппи были презираемые. Они были грязные, не стирали одежду, не курили наркотики, они спали на улице с подругами, без подруг, там как угодно. То есть они выглядели просто какими-то сумасшедшими людьми. И пропады из них сделал высоко цивилизованных людей, высоко духовных людей просветленных. Это вот это мое чудо. Дорогой Грумхараш, здесь вопросы появились. Спрашивают, чувствую, что душа стремится к гуру, но чего-то боюсь. Откуда этот страх? Алло, еще раз повтори. Душа стремится к гуру и... Ага. Чувствую, что душа стремится к гуру, но чего-то боюсь. Откуда этот страх? А надо проверить. Это всего лишь чувство. Теперь проверить интеллектом. Вы должны почитать книги, где описываются признаки духовного учителя и точно сделать выбор. Вы должны проверить свой выбор. Убедиться, что это правильно. Соответствую Священным Писанием, должны наблюдать духовного учителя и проверять, насколько он соответствует описаниям духовного учителя. Спасибо вам, дорогой Гурмхарадж. Такой вопрос, чем чревата критика духовных людей? Духовных людей? Либо вы станете святым человеком, либо негодяем. в этом случае. Если ваша критика конструктивна, вы просто не понимаете, что он делает, это значит, что у вас просто есть интерес к этому. Интерес. Значит, вы можете стать святым со временем. Если ваша критика злобная, основана на зависти и ненависти, вы станете негодяем. Дорогой Гурмхарадж, примите мои поклоны, пожалуйста. Мои поклоны всем ученикам. Как помочь вашему инициированному ученику, который в трудных семейных ситуациях разочаровался в Гуру? Разочаровался в Гуру? Гуру. Ну, да, да, это материальная платформа. Когда люди думают, что я следовал духовного учителя, у меня в семье несчастье произошло. Значит, Гуру не авторитетный. Это материальное представление духовного учителя. Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Когда ученик уходит из Ишкон и прекращает следовать советам, это вредит здоровью его Гуру? Может быть. Вот можете себе представить человека нищего. Нищего он страдает. И Гуру это тот, кто дает ему какое-то количество денег достаточно, чтобы начать новую жизнь. Но вот как он воспользуется этим, от ученика зависит. Например, один человек богатый проэкспериментировал, ну, состоятельный человек, видел одного бомжа, который вот там на помойках находит что-то, как-то так живет непонятным образом. Он ему дал денег достаточно, чтобы купить себе одежду, снять квартиру, комнату и устроиться на работу. Вот тебе начальные деньги, ты можешь встать на ноги и снова начать новую жизнь. Это было достаточно. Дал ему наставления, дал ему деньги, достаточное количество. Но бомж все пропил. он не воспользовался этим, не заинтересовался такой жизнью. Кто в этом виноват, скажите, гуру или ученик неквалифицированный. Если гуру дает знания, нужно следовать этому. Даже если вы разводитесь или болеете, или даже умираете, вы все равно должны следовать наставлению гуру. Всегда. Потому что это духовное наставление. Да, в материальной жизни мы получаем то, что заслужили. Тут некого винить. Тут нельзя винить ни Бога, ни духовного учителя, ни соседей. Мы получаем то, что заслужили и все. Но мы получаем от гуру милость достаточно для того, чтобы начать новую жизнь, духовную жизнь. Воспользуйтесь этим. Благодарю вас, дорогой Игру Махарад. Здесь такой вопрос. Стараюсь выполнять четыре принципа. Повторяю мантру 16 кругов. Периодически случается срыв на мясные продукты. Не могу удержать это. Что делать с этим? То есть человек не может отказаться от мяса? Да. Значит, нужно время какое-то. Было бы желание. Не нужно есть трупы животных забитых. Попытайтесь увидеть это. Попытайтесь увидеть, что вы едите. было бы желание, но со временем должно получиться. Повторяйте мантру, читайте духовные книги, общайтесь с духовными людьми. Постепенно, я думаю, трансформация произойдет. Здесь спрашивают, что такое пранама-мантра и как ее получить? Это ты расскажешь сама. Сейчас посмотрю вопрос еще. Как на духовном учителе отражается уровень учеников? Их карма? Карма это подобно грузу, который вы несете. Например, если рождается ребенок, вы его носите вот что-то наподобие этого. Вы должны носить на руках. такой пример. Можно ли быть учеником гуру, но не быть в исконе? Если гуру в исконе, ученик в исконе. А где он еще может быть? это автоматически. гуру в исконе, значит, ученик тоже в исконе. они имеют в виду, когда бывает же, когда обижаются на преданных, уходят, сам практикуют, как бы привязан к учителю, но не общаются с преданными. Искон тут ни при чем. Если кто-то с кем-то ссорится, Искон тут ни при чем. Искон отлично правопада. Это не мы с вами еще. Если мы, конечно, квалифицированы, достойны быть в исконе, то это тоже будет искон. Можем представлять искон. Но если мы не квалифицированы, то мы еще не, хотя и в исконе, мы еще не представляем искон. мы еще учимся. Мы тут ссоримся, да, а потом обвиняются Искон в этом. Хватает ли для духовного прогресса быть занятым только в распространении книг Шрилы Паупады? И еще как относиться к таким высказываниям, что удовлетворить духовного учителя можно только распространяя книги? Только книги? Я не слышал такого от Шрилы Паупады. Он упоминал много вещей. Что самое важное спросили однажды Паупаду? Это спросил его как раз тот, кто много книг распространял. Всем хотел показать, чтобы Паупада подсветил, что книги самое важное. Паупаду, самое важное повторять Харе Кришна. А другим, кто ленился книги распространять, самое важное книги распространять. Но то и другое на одном уровне. Это же духовная жизнь. Духовная жизнь и все находится на одном уровне. У нас миссия проповедническая целиком. Что бы вы ни делали, вы должны поддерживать проповедническую миссию, дух проповеди иметь. Если даже вы полы моете в храме, все равно это дух проповеди должен быть. Гурумхарат, я еще хотел спросить такой вопрос. Допустим, бывает у каждых учеников разное вдохновение на служение. То есть кого-то надо вдохновлять, кто-то просто сам идет и делает. Здесь вот как? Это природа человека или такая связь с гуру? У каждого разная? Нет, просто есть ленивые люди и все. Лень. Хорошо. Здесь вопрос от участников. Вы часто говорите, что раньше были очень гордым. Ваша гордость сменялась на смирение до принятия духовного учителя или в процессе служения учителя? Я все еще в процессе. Но ваша же гордость сменилась на смирение? Ну это в процессе еще. У меня еще нет смирения. Я пытаюсь только. Значит нам тоже не скоро. Нет, вы должны быстрее меня. Почему? вы уже смирение меня видите, я тут веду себя как гуру, а вы так смиренно себя ведете. У вас тоже есть гуру. Вот потому что не гуру, я пытаюсь стать смиренным. Иначе бы это было невозможно ведете. Гурмахарадж, вот вопрос мой, скорее всего, прямо вот сейчас вспомнила. Когда общаюсь с духовным учителем, у меня бывает такое, что я не знаю, что сказать. Даже если знаю, что сказать, не могу это сформулировать. А потом уже через несколько дней думаю, надо было вот так сказать. То есть это вот беспокойство ума или у меня на самом деле очень глубокое уважение и от этого я теряюсь, не могу. А на некоторых учеников смотрю, они как бы спокойно могут изложить свою речь. Я вот иногда думаю, что это какой-то дефект или это пройдет, или оно не должно проходить, или это нормально. Это разная природа. Это разная природа. Ни то, ни другое не очень важно. Каждый действует согласно своей природе. Ни то, ни другое не важнее. Это одинаково рассматривать. Кто-то по природе вот такой, кто-то по природе более стеснительный. Это просто природа. Хорошо. Так, здесь но ведь растения тоже живые, почему их можно есть, а животных нет. Я думаю, это другая тема вегетарианство. На растения тоже не нужно есть. вегетарианство. 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 То есть как правильно питаться. Потому что я заметила, многие переходят на вегетарианство, но едят то же самое, только без мяса. У них начинают выпадать волосы, с кожи что-то происходить. к нам на веголайф всегда приходят с одной и той же проблемой. То есть неправильный переход. Также допустим мы организовали курс специальный, который разрабатывали около года. То есть нужно найти таких людей, у которых есть опыт, которые могут передать этот вкус, изучать саму кухню. Я бы так ответила. Но там же вопрос был про насилие. Есть много информации. Вопрос был про насилие. То есть не только животные живые, растения тоже живые. Почему животные не рассказали? Животные они более чувствительные, у них есть сознание, а растения они менее чувствительные, или как сказать? Согласен. Но когда мы предлагаем... Все равно они живые, и так ведь. Как же быть? Есть нельзя, все равно насилие. Что делать? Надо предлагать пищу Богу, потому что на самом деле веганы, вегетарианцы, они все равно едят овощи, фрукты, это тоже насилие, то есть это не Ахимса. Но самое важное предложить пищу Богу, и тогда Бог, он забирает карму, и пища, она становится освещенной, чистой. Да, вот этот выход. Но если мы с любовью это Богу предлагаем, то он принимает эту пищу. Тогда ответственность за жизнь этих растений уже не на нас лежит, а на нем. Он берет эту ответственность для блага значит того человека, который ему с любовью предлагает эту пищу, для блага его очищения, он принимает эту пищу. И пища становится чистой, освещенной, способствующей развитию духовного сознания. Благодарю вас, дорогой Курмхарадж. Я не знаю, задавать ли этот вопрос, он немножко не по теме. Некоторые преданные говорят, что иногда можно есть грибы, но предлагать их нельзя. Разъясните, пожалуйста. Это такая тема, которая не запрещена, но не разрешена широко. Знаете, такая нейтральная территория называется. Сюда же относятся к этой теме шоколад. Он не разрешается для широкого употребления или для освещения, но и не запрещается. То есть от вас зависит, пойдете вы на компромисс или нет, будете вы из грибы или нет, как будете есть шоколад или не будете есть шоколад. Но тот, кто строго относится к духовной жизни, избегает этих вещей тоже. Тот, кому нравятся грибы, он привязан к шоколаду, иногда все-таки украдкой ест. Вот. Ну вот такая тема, видите, есть, еще такая тема существует. Вы как-то говорили, что сознание Кришны это самодисциплина, то есть это недисциплина, и то есть человек сам должен решать. Да, вы должны чувствовать, вы должны чувствовать, если что-то препятствует духовному прогрессу, отбросьте это, откажитесь. Если вы чувствуете, что не препятствует духовному прогрессу, ничего страшного. также должны научиться чувствовать это. Махарадж, последний вопрос вам задам. Если не получается соблюдать постоянно четыре принципа и шестнадцать кругов, можно продолжать служение или это лицемерие? Нужно продолжать служение, нужно. Вы же учитесь, пока это небольшой грех, если что-то у вас не получается, но вы стараетесь, это не следует считать вашим грехом. Вы на верном пути, поэтому продолжайте сужать усилия. В какой-то момент Кришна вас поддержит, даст вам силы. Хорошо? Дорогой Гуру Махарандж, это был последний вопрос. Время у нас уже подходит к концу. Я хочу опять же пару слов сказать. Я очень рада вас видеть, очень счастлива, что у нас получился все-таки эфир, интернет сильно не слетал. Опять же хочу поблагодарить за то, что вы меняете жизнь многих людей. Бывает, даже на работе я сталкиваюсь, они видят аватарку в телефоне и говорят, вы знаете Александра Хакимова? Мы начинаем разговаривать, они идут на Бхакти-Врикшу, я приглашаю с друзьями на творческие вечера. То есть очень много людей, которые вас слушают и не знают, что вы живете в Алмате. И на самом деле я очень горжусь, что я нахожусь среди ваших учеников, я горжусь, что я хоть как-то общаюсь, приближена к Вашнавам, к таким личностям. Это на самом деле большая удача моей жизни. И моя жизнь поделилась на до и после, то есть до, когда я жила без духовного учителя, и сейчас, когда у меня есть духовный учитель, есть люди, преданные Богу, которые мыслят совсем к другому. Я Вам очень благодарна, я очень хочу быть хорошей ученицей, быть полезной, я буду стараться, и много хочется сказать, но слова как-то не могу собрать. Я просто очень благодарна, что вы есть в моей жизни. Хорошо, спасибо. большое за эти эфиры, за твой энтузиазм, что ты помогаешь людям встать на путь чистоты, счастья и знания. Конечно, хочу, чтобы ты продолжала свое служение, очень полезное для всех, чтобы Кришна благословлял тебя на этом пути. Всем также удачи желаю, спасибо за то, что участвовали на нашей программе. До новых встреч. Субтитры